Музыка Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Максима Мельникова. Любому, кто внимательно следит за событиями в Европе в последние месяцы, ясно, одна ситуация здесь накаляется. Миграция, теракты – все это пугает людей. Многое из того, что происходит, связывают с исламом и мусульманским миром. Насколько это правильно? Сегодня попробуем ответить на вопрос вместе с Ренатом Фасхуддиновым, председателем местной исламской организации «Ихсан» и его коллегой Камиктесом Жигипаровым, председателем местной организации «Солидарность». Здравствуйте! Здравствуйте, Максим! Здравствуйте! Ну что же, давайте начнем нашу с вами беседу, принимая во внимание трагические события в Европе. Хотелось бы сегодня поговорить о понятиях дружбы и вражды в исламе. В прошлой программе мы выяснили, что все-таки ислам – это религия созидания, правильно? Да. И значит ли это, что ислам запрещает какие-либо враждебные действия? Позвольте мне? Да. Трагические события в Европе, когда проливается кровь невинных людей, не могут, конечно, не оставить равнодушными никого. Террористы всех мастей, в том числе и прикрывающиеся исламом, совершают злодеяния в Европе и чудовищные преступления в странах с мусульманским населением. Там убиты сотни, десятки и тысячи людей, а миллионы мусульман потеряли дома и вынуждены искать убежище в Европе. Все люди могут сейчас, конечно, видеть, что в подавляющем большинстве случаев мишени являются мусульмане, их страны, их богатства, такие как нефть. А лозунги террористов, чьими руками совершается такое, вовсе не соответствуют исламу. Посланник Аллаху алейхиссалям сказал, Поистине Аллах наказывает тех, кто причиняет людям страдания в жизни. И пророкс Аллаху алейхиссалям сказал, Тот, кто причиняет вред людям, Аллах накажет тем же, а того, кто создает трудности, Аллах воздаст ему тем же. И в религии ислам отвергается вред в ответ на вред. Ведь Бог нам повелел справедливость. Аллах в Коране Аль-Карим сказал, Поистине Аллах велит вершить справедливость и добрые деяния. Это сура Анахль Пчела, 90-й. И мы заметим, что в исламе, в принципе, вразебность и вред противоречат шариату. Но в исламе разрешено давать отпор мусульманам и повелевается даже защищать такие ценности, общечеловеческие ценности, как честь, достоинство, как жизнь, как имущество, как семья, как религия и справедливость. И если мы будем разбираться в том, что является причиной ненависти и вражды, то ислам как раз на эти вопросы уже давно дал ответ. И причину ненависти и вражды как раз в исламе запрещено. Первое. Это основные причины, конечно, мы говорим. Это желание завладеть тем, что в руках у других людей. А второе. Это желание подчинить себе других людей, включая искоренение и инакомыслие. И давайте сразу отвечу, как ислам смотрит на это. В Коране Аль-Карим Аллах Супан Кауталя в 256-м аяте говорит «Ля икруаха фиддинь» «Нет принуждения в исламе». То есть, никак не может быть искоренной инакомыслие тем, что людей будут заставлять принимать веру в ислам или то, что людей будут заставлять подчиниться тому, что в исламе есть именно силой оружия, силой принуждения. Хорошо. Смотрите, тогда перейдем к следующему вопросу, который я подготовил. Бытует у мусульман такой термин, как неверующий. Есть такой. Причем зачастую он даже не относится к людям, к атеистам, те, которые не верят в Бога. Это относится к людям другой религии. Правильно? И как раз здесь многие ужасные вещи прикрываются именно борьбой с неверными. Вот какое традиционное отношение в исламе к людям других конфессий? Вот что здесь? Понятно, что вот сейчас вы сказали, что ислам религия не принуждает. Каково отношение? Вот, кстати, буквально покопавшись в интернете совсем немного времени, набрав некие слова, у меня вылезла замечательная страничка, где приведены цитаты из Корана, например, где есть такая фраза. Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-то из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведает прямым путем несправедливых людей. Как к этому относиться? Вот что здесь? Знаете, Максим, конечно же, в интернете очень много разных сайтов, форумов, где вырывают отдельные контексты из Корана, из высказываний пророка, вставляют, дают свое определение, дают свое толкование. Конечно же, это и является ошибочным, это является запретным. Конечно же, мы должны с вами обратиться к Урану, обратиться к ученым, обратиться к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Конечно же, я хотел бы начать с чего? С того, что шариат, религия, ислам и сам пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, призывают к уважению вообще человека. Потому что человек – это почетное творение. его создал Аллах. И поэтому мусульманин, он должен относиться, когда он обращается с людьми, он обращается с человеком, с созданием Бога, с созданием Аллаха. Вот вспоминается одна история. Однажды пророк Мухаммад, благословит его Аллах и приветствует, находился в окружении своих сподвижников, и мимо них проходила похоронная процессия. И когда пророк увидел похоронную процессию, он тут же встал в дань уважения к человеку умершему, к его родственникам, чтобы проявить соболезнования. И один из стоящих возле него сказал, говорит, у пророка это же хоронит иудея. На что пророк Мухаммад, Мухаммад, благословит его Аллах и приветствует, только разве он не человек? То есть вот эта история говорит нам о том, что мусульмане, они уважают любого человека, неважно какой он конфессии, неважно какого цвета кожи, какой национальности, какого социального положения. Поступок пророка Мухаммада свидетельствует о том, что мусульмане должны проявлять уважение. Также в одном из высказываний он сказал, что поистине тому, кто обидит проживающего немусульмане на территории мусульман, кто обидит или возложит на его плечи то, что ему не под силом, или заберет у него что-нибудь против его воли, тот будет для меня противником в день воскресения. А для каждого верующего очень значимым, очень важным является День Суда. Когда каждый человек предстанет перед Судом Господа, и каждый человек будет отвечать за свои поступки. Что касается мусульман, истинные мусульмане, которые обладают истинной верой, они любят своего пророка, и, конечно же, они хотят встречи в День Суда с пророком, они хотят его заступничества. И вот в своем высказывании пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, сказал, что противником для меня будет тот, кто причинит обиду немусульманину, проживающему на территории мусульман, или возложит на его плечи то, что ему не под силом, либо заберет у него то, то, что будет против его воли. Это свидетельствует о том, что мусульманин должен относиться, не причинять обиды к людям, он не должен возлагать на их плечи то, что им не под силом, не имеет права забирать чужое имущество. А это говорит об уважении просто к человеку. Хорошо, ну, Комитет Асланович, ну, а что касается термина «борьба» с неверующими, да, вот как к нему относиться? Потому что много на слуху этот термин, действительно на слуху, и в средствах массовой информации его можно услышать, можно увидеть на страницах, в интернете. Как к этому относиться? Как правильно к этому относиться? Совершенно верно. Вы заметили, как правильно к этому относиться. В исламе действительно есть такое установление, что мусульманин может взять в руки оружие. Но это, опять же, с целью того, что вот в предыдущем вопросе я как раз отвечал, это с целью защиты именно общечеловеческих ценностей. То есть это религия ислам, религия ислам повелевает нам защищать все благое и запрещает все дурное. Вот такой маленький случай, что человек может чувствовать и что человек должен чувствовать по религии ислам, если даже он берется за оружие и выходит на защиту каких-то общечеловеческих ценностей. Случай этот был с имамом Али, ради Аллаха, все его мусульмане, конечно, знают, чтят и любят. Мы его, естественно, очень тоже чтим и любим. Это четвертый правильный халиф и зять пророк Мухаммада, саламу ассалям. Однажды во время одного боя он обезоружил врага. Это было сражение. Люди вышли с оружием, воевали друг с другом. И когда имам Али обезоружил врага и занес меч, чтобы поразить врага, враг полный ненависти, злобы, плюнул ему в лицо. Имам Али. Имам Али тогда спокойно опустил руку с мечом и удивленный враг спросил, что же тебя остановило от того, чтобы расправиться со мной. Имам Али сказал, что в тот момент, когда я сражался с тобой, я воевал ради того, что Аллах определил для всех людей как благо. Это вот то, что я перечислял. То есть вел джихад на пути Аллаха. А в то время, когда ты плюнул мне в лицо, в этот момент моя душа пожелала, чтобы я расправился с тобой. И только почувствовав это, имам Али прекратил любое сражение. То есть, если мы говорим про борьбу с совсем нехорошим, то, что запрещено в исламе, совсем тем, что люди понимают, как нечто непристойное, как несправедливость, то тогда, естественно, в этих случаях мусульман обязан брать в руки оружие, даже для защиты родины, чести, достоинства, имущества, семьи. То есть того, с чем он живет, то, что является основой любой человеческой жизни. Ну, а как относиться вот к этим словам, к этой цитате, которую я зачитал по поводу того, что с неверными, неверующими нельзя иметь никаких дел, насколько это правильно. И вообще, откуда взялась вот эта цитата? Ну, здесь, Максим, конечно, это перегибы, которые, к сожалению, сейчас навязываются в нашем обществе, к сожалению. И, к сожалению, если мы даже то, что вы нам сегодня показывали, до передачи, то, что есть распространено в интернете, конечно, эти перегибы, они идут на пользу нашему российскому обществу в целом. Потому что вот такие сайты, которые пропагандируют что-то нехорошее, которые показывают ислам с неправильной стороны, к чему они приводят? Давайте вот задумаемся, да. Это приводит к тому, что люди, те, которые не имеют знаний, ни со стороны мусульман, ни со стороны другой части населения, то есть граждане России и все остальные, они, прочитав то, что в этих сайтах публикуются, придут к выводу, что ислам – это религия, которая приносит зло на землю, от которой можно ждать каких-то ужасных вещей, терроризма, взрывов, убийств и прочих вещей. Естественно, это полностью не соответствует исламу. И в этом, я думаю, даже есть заинтересованные люди, если мы задумаемся, я думаю, что если проследить этим будусской службой заниматься к концу, то, наверное, выйдут как раз на зарубежные какие-то организации, которые хотят в России посеять хаос, нестабильность и вот такое противостояние. А что касается соглашений мусульман, ну, давайте вот как раз мы на этот вопрос ответим. Вот есть в истории ислама самое лучшее, конечно, обратиться именно к истокам ислама. Это Киран и Сунна Пророка Мухаммада саллаху салям. Так вот, если мы обратимся, мы увидим, что даже с тем, кем пророк саллаху салям однажды враждовал, враждовал очень сильно, это 13 лет притеснений, и потом эти люди заставили пророка переселиться из Мекки в Медину, и там, когда было организовано и созданное исламское общество, исламское государство, это почетное название, которое сейчас опорочено, к сожалению. Так вот, вот это вот исламское государство основано на принципах справедливости, добра, непритеснения, в 6-м году хиджры смогло все-таки договориться, хотя против них война не прекращалась, в 6-м году договориться с теми, кто им противостоял, мекканскими многобожниками, и был подписан худайбийское соглашение. Причем, даже если любой человек здравомыслящий прочитает его, сразу он увидит то, что увидели из подвижники пророка саллаху саллаху, которые не хотели подписывать этот договор, но пророк подписал. Договор о том, что о мирном существовании, имеет некоторые пункты, которые, казалось бы, не в пользу мусульман, вот, так оно и было, допустим, пророк вменялось в одностороннем порядке возвращать тех людей, которые в Мекке, приняв ислам, бежали в Медину, в исламское государство, и, значит, по этому договору он должен был возвращать их родственникам. Вот, казалось бы, не очень справедливый договор, но пророк, значит, пошел на это для того, чтобы воцарилось на Аравийском полуострове мир и спокойствие, опять началась мирная торговля и прочее. И это соглашение, ну, можно сказать, в то время так, наверное, межгосударственные соглашения выглядели. Пророк также заключил договора с другими арабскими племенами, которые не были мусульманами. Что касается, вот, личных отношений, давайте, вот, мы тоже об этом поговорим, то есть, мусульманин может сотрудничать, может договариваться, может мирно существовать и выполнять все условия договора, как это сделал наш любимый пророк Мухаммад Солсалем. Это был случай, когда, значит, был спор между мусульманином и иудеем. Вот это представители разных конфессий, и они заспорили, и пришлось пророку решать их спор. И выяснилось, что мусульманин задолжал иудея средства, он брал на пропитание, иудея требовал их вернуть по договору. Но мусульманин просил отсрочки, надеясь, что он в ближайшем будущем получит средства, но иудея требовал именно незамедлительно вернуть. И тогда по этому договору пророк Мухаммад Солсалем однозначно сказал, что верни ему то, о чем вы договорились. И последнее, что касается участия мусульман в общественной жизни. Вот есть такой тоже прекрасный пример, Алхамбилля Машал, о котором часто почему-то забывается и умалчивается, и многие об этом знают, но на самом деле это факт, известный из достоверных хадисов. Пророк Солсалем, будучи еще в Мекке и еще до того, как на него снизошло откровение, то есть до пророческой миссии, уже в это время принял участие в таком обществе Хильфульфудуль, что по-русски можно перевести как Общество Справедливости. История этого общества такова, что один человек приехал в Мекку и там один из богатых и представительных курайшитов он воспользовался ситуацией, что здесь его род и здесь он обладает властью. Он с этим человеком поступил несправедливо и отобрал попросту его имущество. Договаривался о какой-то торговой сделке. И вот люди, которые узнали об этом и средний был будущий пророк Мухаммад объединились для того, чтобы Справедливость сождествовала. И пророк уже находясь в Медине как глава исламского государства вспоминал про это общество и сказал если бы сейчас было такое общество имелось в виду общество, которое создано не мусульманами заметьте то тогда я обязательно бы стал его членом. То есть, конечно, мусульмане заключают договора, конечно, мусульмане общаются, конечно, мусульмане обещают выполняют обещанное и мирно существуют с другими людьми на основе любых позитивных положительных отношений и принципов справедливости. Ну что же, на этом предлагаю вот на такой ноте завершить наш игр, поскольку время, к сожалению, у нас ограничено. Я хочу напомнить, дорогие друзья, что сегодня в гостях у нас были Ренат Коскудинов, председатель местной районной религиозной организации ИХСАН и комиктез Жигипаров и его коллега, председатель также религиозной организации Солидарность. Спасибо вам за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Я надеюсь, что встреча не последняя и мы еще много будем говорить о исламе, о мусульманской религии. Дорогие друзья, для вас сегодня в студии работал Максим Мельников. До свидания и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова